Я как гость да? Ты гость, да Щукин гость. Ну смотри, мы как гости, но мы можем взять доску и рисовать на доске. Вот у нас такая функция есть. Да, вот пожалуйста, ты можешь продемонстрировать, бери доску. У гостей камера не должна работать. Вот доска. У меня камера не работает, потому что она глюкнула и когда спирт наливаешь, она включается, а спирт высох, она вырубается, в общем, вырубается. Понятно, понятно. Зажел для твоей камеры спирт. Вот такой глюк полгода назад случился, случайно я узнал, когда я экспериментировался. В общем, надо выкинуть эту камеру. Выкинуть. Так, ну что, у нас два человека только и все. По всем чатам раскидывал. Так, вот у нас экран появился, да? Это ты включал экран? Интерактивный. Я включил экран. Да, вот. Нарисую. Неразумные цветания. Ну, давай ты каким-то одним цветом выбери, а я по-другому возьму, чтобы мы обновились, кто из нас рисует. Ну, давай. Он рисует. Давай дорисовывай, дорисовывай. Сейчас. У меня еще монитор начал включить. Сейчас. Монитор начал включить. Изображение пропало. Так, ну, я, допустим, возьму какой-нибудь вот такой красненький цвет. Вот. Вот такую линию. Нет? Нет. Угу. То есть, получается, мы, воспользовавшись этой доской, можем рисовать одновременно, и все это будут видеть. Это будет видеть. Вот. Вот этой фишки нет ни в одной комнате вообще. Нет ни в одной комнате вообще. Алексей, как? Что такое? Ну что такое? хорошо что тут еще есть здесь есть поделиться на кухне а а в 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 У тебя есть доступ к доске, у тебя есть доступ к восьмой, у широкого есть доступ к интерактивной доске. А может быть, мой пакет не позволяет двум гостям рулить в комнату. Вот Чураков рулит. Вайваве не было этой комнаты. А что ты по телефону-то говоришь? Ты что, с нами не можешь разговаривать? А меня никому не слышали, меня там никому не слышали. Сироково слышно? У тебя сигнал не проходит. Посмотри, у тебя сигнал не проходит. У меня крест встает. У меня убери, я дай полномочек в полчатке. Другой у меня... У меня две функции. Или гость, или же... участник. Участник вообще беззалосный. А вот Сергей гость. Но у него сигнал проходит хорошо. Я не могу тебя сделать участником, я могу тебя только забалить и включить звук и видео. Вот тут я нажал, я нажал, все мои полномочия. А, Саня, кстати, смотри. Вот у меня стоит значок, вот... Где список участников. Там какой-то значок черный где стоит. Так. А у Сергея нет такого значка? Нет такого значка. Что-то включить нужно, но то два идёт и скайпа, и поздно. Я убрал щукин, щукин стал не увозьким участником, а не поселел. Он стал участник, он стал ференький участник. А ты вообще можешь ими командовать? Вот Борис пишет. У меня идёт эхо, замешка примерно на полсекунды. Ну ладно. 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 Аткайп у него работает? Может скайп подключить? Ну давай я скайп подключу, Серёга. Я скайп уже давно выключил. Ты скайп подключил? Да, я не выключил. Ну вот, я тебя даже камеру могу выключить. Я даже камеру могу выключить. Камеру могу выключить. Пошёл двойной. А знаешь, наверное, двойной? А, ну в принципе, у тебя наушниках, я тоже наушниках. А, наверное, двойной, а, к примеру, наушниках нет. Наушниках. Усо. Вот какой-то эхо всё равно идёт, когда мы разговариваем вдвоём. Да, мой эхо всё равно идёт. Давай, давай. Так. Поделиться документом. Ну-ка, давай я что-нибудь открою какой-нибудь документ. А, это только ты можешь, я не могу. Только организатор чата может. Только ты можешь, я не могу. О, а, к примеру, чем помочь. Я выйду из Скайпа совсем. Так. Ага. От меня получается как эхо. Дерюсь документом. Сань, попробуй что-нибудь загрузить какой-нибудь документ. У тебя есть PDF-файл? Да. У тебя есть PDF-файл? Здесь смотрим, что в спонсор прописал. И поехали. Здесь имя. Должны быть настоящие, потому что вы будете выплату делать себе на пионер. Так. Ну что? Ладно. А у тебя есть файл именно какой-то в Ботовске? Либо 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 в Ботовске. Там же закачивать надо? Там же передать надо? Закачивать надо, конечно. А я Скай, нет. Закачивать. Скай подключил. Я Скай подключил и пересталом. Эхо гулять. Понял, да? Да. Личнее. Да, да. Вперед. Понял. Ну вот. Без Скайпа стал, ты стал хорошо прослушиваться, а то двойное повтор какое-то шоу. И поехал. Ботовский файл, да. Вот у тебя тихо появляется. Борис пишет, даже тройное ехало у тебя. Блин, слушал большой такой. Сейчас другой. Что-то ты там... Вот маленький файл, который на 1,7 мегабайт. Ну, быстрее. Попробуй его загрузить в эту комнату. Он пойдет или нет? У меня Скайп выключил. Я вообще Скайп отрубил. Видишь? Вижу, вижу. Как тебе? Слышу. Я ничего не могу сделать. Я Скайп отрубил. Совсем. Так, давайте напишу на почту. Да у меня много всяких. Могу документ какой-нибудь загрузить. Ты че думаешь, у меня нет что-ли? Ну, открой какой-нибудь файл именно в PowerPoint сделан. Я его загружать должен на другом месте. А, отсюда не идет, да? Передача файла? Не отсюда. Я его не загружу. Я должен зайти в Access. Зайти должен в комнату VideoNet. И оттуда уже из своего личного кабинета VideoNet я могу загружать любые файлы. Ага. Вот как. Понятно. Ну, мы продемонстрировали, что закачанный ранее файл хорошо в видео хорошо крутится, просматривается, слышно, видно все. Видеоролик идет нормально. Так, Лена не может зайти, она уезжает. Понятно. Мы только не можем понять, почему у тебя идет эхо. Ну, я тоже не могу понять. Я в наушниках сижу. Периодически появляется у тебя эхо. Так. Лена через час может. Лена через час может. Угу. О. Олегу. 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 Камера отсутствует вообще. А это какой Олег? Олегу камера отсутствует. Это какой Олег? Олег. Олег. Борис ушел почему-то куда-то. Олег. Понимаешь, у нас есть две ссылки. У нас есть ссылка как Густь. Олег. Камера. Олег. Олег. Мне Лена сказала по новому проекту. Я сейчас скину туда, эм, я понял, понял. Хорошо. Сейчас народ нагоним. О, где он там интекс. Все, там и 57 человек в том чате, более-менее живы Привет, Олег. Сань, а как получилось так, что Олег был в одном статусе, типа модератора, а теперь он так читатель, а теперь наоборот поменялось? Да я добавил ему эту функцию. А, эта функция добавляется. Да, все, привет, привет, видишь как, смотри, он камеру включил, все отредактировал, нормально. То есть, получается, кто основал чат, комнату, тот имеет функцию менять статус людей. Так что ли? Ну, похоже. Олег, Олег, включись. Олег, ты куда делся? Давай, включай камеру. Включай, включай. Так, Олега видно, отлично. Олег, Олег, Сергей записывает, мы в качестве эксперимента хотим посмотреть, как работает комната. Этой комнатой еще никто не пользовался, про нее никто ничего не знает. Она только появилась пару дней назад. Была компания iWave, теперь ее нет. Все, кто был в iWave, они переходят в Exos. В прошлом году iWave приобрела компания Exos. И вот сейчас они совместными усилиями сделали эту комнату, iMitting. На базе того, что было в iWave. Ну, в Exos была еще своя комната. И вот это вообще новый инструмент, про который никто нигде ничего не знает, никто не расскажет. Поэтому, вот сейчас сделали такой тест, посмотрите, как вообще это работает. Работает. Так, Каирбек. Ровился, привет. Ну, сколько что у нас людей влезет. Олег, ты тут работает, скажи что-нибудь. Как ты нас видишь, слышишь, Олег? Прибавь звук. Ты в настройки можешь входить? Олег, вот на белом поле правой кнопочкой мышки щелкнул, увидел выключил окошко. Там параметры. Нажимаешь параметры и регулируешь вот здесь. Разрешить. Значит, вот так. Включить аппаратные ускорения. Потом разрешить экран. И на камеру включить. Потом микрофон можно уменьшить стресса. Грубкость записи. Грубкость делать побольше. Отредактируй. О, Сергей там экспериментирует. О! Поздравляем, Щукин появился сюда. Приветствую, Сергей. Серёж, мы тебя видели. Отлично. Я понял, что другой браузер я попробовал. А через какой ты браузер сейчас зашел? Через Яндекс не шло, сейчас через Google запустил. Ясно. Ну, правильно. Правильно. Корбек, а напишите, пожалуйста, с какого браузера вы вошли? Мы вошли. У меня Google Chrome. Я с Google Chrome тоже. Олег. Олег, а у тебя какой? А, Google Chrome. У меня сейчас по звуку. А, всё нормально. Олег, слышно хорошо. Он с Chrome. Так, Бахаджан, привет. Бахаджан, привет. Бахаджан, привет. Бахаджан, напиши, пожалуйста, с какого браузера зашел в комнату. С какого браузера зашел в комнату. Так, то есть Google Chrome работает нормально? Работает нормально. Да, и он может включить камеру, мы его увидим. Так, а я почему себя не вижу? Саня, а можешь кайрбека включить или ограничение стоит? Кому ограничить? Вот Кайрбек пишет в чате. А я почему себя не вижу? У него нет прав, чтобы камеру. Ну вот, мы ему сделали право, пожалуйста. О, пусть включает. Ему надо настроить. Да, там надо... На белое поле. Разрешить. Слышите, с правой кнопочкой появится окошко, в нем выбрать параметры. Разрешить. 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 Одно. Так, шесть человек. Четверо. Ну, видео работает у четверых и все тянет нормально. Отлично. Отлично. Ну, вроде рабочая комната. Теперь осталось понять, сколько людей сюда везет реально. То, что по чатам раскидали, и никто не захочет. Никто не может зайти. Ну, даже те, кто заходит как участники, мы можем дать права поменять статус. В принципе, Саня, я думаю сделать так. Вот если мы сейчас начнем вести вебинары по разным компаниям, мы можем пользоваться вот этой комнатой и через бродкастер сделать еще трансляцию на несколько ресурсов и дать людям выбор. То есть, если вы в комнату не попадаете, вы можете посмотреть это на Ютубе, на Dailymotion, либо на Фейсбуке. Получается так. Микрофон настроить, надо нажать вверху. Слушай, давайте я попробую показать экран. Оно сработает или нет? Показывай. Оно сработает. Оно сработает. Все работает. А у меня с Java. Обдает. Латвый. Четыре. Ты можешь через Skype показать. Не, как я через Skype здесь здесь покажу? Мне нужно показать экран. сделать пока ты краном делал украинцы экрана не могу а вот у меня что то с этой джавой обновить обновить он будет обновлять сейчас полчаса саня получал атака страны я попробовал нет я включил скайп я вырубил скайп вообще я думал что 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 в комнате в этой показ экрана попробуйте но с левой стороны по моему нет такой здесь такой нет функции здесь есть с левой стороны функция показать экран есть еще доска с левой стороны нет вот здесь нету здесь вот камеры есть мы сейчас смотрим здесь есть тропение доска здесь есть поделиться документом что мы делали вот показывали в видеоролик загруженный так поделиться экрана у меня вроде пошло пошло аппликейшн сейчас она установится а вот вот и должно включиться пока секрет сейчас я шутку а так начать 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 что нибудь видно а вот вот экран пошел было слушай классно можно 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 отодвинуть ч сторону в экран увеличить поле поле можно сделать побольше значит правую сторону а как я ему покажу то то есть вверху вверху тут получается много тратно такое увеличение потому что я одно и то же показываю то есть вот здесь вверху надо нажать на значок где адресная строка там значок камеры есть выбрать микрофон какой стоит вот и предоставить доступ и готово нажать и камеру тоже самое там же слушай ну все экран работает пока все классно если что-нибудь другое как делиться экраном так где у нас тут как делиться экраном вот с левой стороны с левой стороны да есть делиться экраном поделиться экраном вот на нее нажимаю да он кидает нажимаю сохраняется файл дальше кликаю на этот файл открывается джаву положение там проходит какая-то загрузка верификация и вверху, еще раз начать, и вверху появляется вот такая application и вот здесь начать, нажимаю начать и пошел показ экрана. То есть на тот файл, который я сохранил и с него потом загрузится, да? Да, на него кликаешь два раза и получается, тут джава загружается, что-то он верифицирует, а еще надо нажать run и все, и вверху вот это появляется и нажимаешь начать и получается показ экрана, слушай, а почему он у меня останавливается самостоятельно, вот это я не понимаю. Может быть из-за того, что я показываю один и тот же экран, он многократно увеличивает друг дружку и поэтому если я сделаю, допустим, начать и покажу какой-нибудь другой браузер. вот эти обновления не вовремя выскакивают, а в так сделаю пополам экран, ну и включайся, включайся. так, 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 то есть если я показываю два экрана, то есть другое что-нибудь, то должно быть видно. Должно быть видно. Ну все, идет показ, идет уже показ у вас? Да. Или только я? Да, идет. 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 Отлично. 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 Вот. В принципе, вот это можно давать. Вот у Щукина Сергеевна звук идет очень хорошо, его хорошо слышно, я его хорошо слышу. Вот. А давайте я еще это сделаю. Идай вперед. Сделаю через трансляцию. Сделаю через трансляцию? Ой блин. Ой блин. Давай давай. Так, сейчас я обрублю это. Так, где это я делал? Творческая студия что ли. Сейчас, 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 сейчас. Делаю прямые трансляции. так вот так прямые трансляции так начать я уже принимал сколько может принимать трансляции или что это такое полезно так вот так 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 где-то где-то расширены настройки сейчас заодно покажу как я делаю ретрансляцию так основная информация открытый доступ вот это открытый доступ я не буду делать так параметры вот здесь ставлю галочку сделать запись доступна только по ссылке так дальше вот здесь адрес сервера и вот этот ключ надо ключ беру копирую теперь вот эту obs studio так это показ экрана идет и добавляю добавляю к этому показу экрана источник медиа окей это что обзор а это локальный файл это не то это не то не то не то захваты к источник медиа удалить так добавить захват окна устройство захвата 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 так настройка настройка вещания так вот он выбираю здесь сервис сервер примори ключ ключ удаляю вставляю окей окей и и и и и и еще дальше еще дальше и что дальше запустить трансляцию то есть если я правильно все понял где ссылка на вот это к вон! то вот этот захват экрана панель управления так 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 презентация и вот это на ю тубе уже на ю тубе так теперь надо понять где эта ссылка так ссылка 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 а вот она и ссылка ага то есть добавляется к ю тубу после имени канала лайв и счастье сброшу будет чат вот сюда вот сюда так я сбросил ссылку на youtube лайв попробуйте открыть у себя и по идее по идее должна идти трансляция полностью моего рабочего стола то что я показываю сейчас открою другой браузер какой нибудь либо открою допустим powerpoint допустим презентацию так что не работает такой не существует сейчас посмотрю я понял понял создать ролик в слушаемый момент то есть мой значок сейчас расширена настройка что что Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все супер Субтитры сделал DimaTorzok Ну инструкций полно в интернете Я пару роликов посмотрел Как пользоваться Вот этой вот программолиной Это называется Сейчас скажу как называется То есть Open Broadcaster Software Скачиваешь под операционку Под винду Вот сейчас я под виндой нахожусь Но под виндой мне что-то не нравится Под винуксом она лучше работает Там можно конкретное окно выбрать И только его будет показывать А под винду Такое почему-то не получается Под виндой он все подряд шурует Либо я что-то не догоняю Но под винуксом мне проще было настроить Вот сейчас я скопирую вот эту И скину Ой это не тот Вот Так Вот он Вот она та ссылка А кстати ссылки-то передаются Или так себя Блокируется Во Это хорошо что они передаются Ну все в принципе Идеальный рабочий инструмент Все работает Только нужна Народка небольшая практика В облинарную комнату Пойдет Да Ну я предлагаю уже закупляться туда Как мнение Сергей? Ну работаем Спасибо Сергей Молодец Все пошло это эхо Останавливаю трансляцию здесь И вот здесь Ну что тогда заканчиваем Спасибо Сергей Молодец Большая практика Ну да Надо разбираться А сколько в эту комнату входит Ты варил до пищи Ты варил до пищи Да Они Вот смотри Я сейчас покажу Сейчас тебе покажу Кое что Вот вчера появилась новость Как раз по этому инструменту То есть я сейчас зайду в кабинет Вот сюда Логин То есть вот этот инструмент Он только появился И вот вчера новость появилась Мы не знали сколько людей То есть они пишут Что вот эти видео мид То есть вот этот инструмент Маймитинг Он включает до тысячи человек Угу Тихо Тихо Вот сейчас мы не смогли Естественно проверить Сколько реально Потому что никто Фактически не зашли Несколько человек было Ну в принципе надо пробовать Ну надо пробовать А так вот Сергей Вот ты все равно Рано или поздно Перейдешь в Эксесс То есть за те же самые деньги Ты к этому Ты к тому Что имел в iNavi Получишь еще Вот следующие То есть вот здесь Родил сервисы Есть Получишь еще Рекламные услуги Мобильный конструктор сайтов Конструктор сайтов Тоже свой V-webs Это хостинг Там 10 гигабайт Диского пространства Любой конструктор Существующий в мире Ставится в два клика Здесь же домен регистрируешь Домен второго уровня Вот Ну в общем ограничения В строении сайта Много Именно в твоей фантазии И валет Валет вывод денег Вкэш Это для вывода денег Это свой банк Геймсмарт Это умные игры Это игровой портал Он сейчас В бета-версии И В планах Его монетизировать Можно Можно взять В общем иностранный язык обучаться Английский, китайский, японский 25 языков Цена в 12 раз дешевле, чем в Москве Ходить на наземное обучение Оплачиваем на год Я вот год назад оплачивал 167 долларов Ну в принципе мы научились Вот с сыном периодически заглядывали Некоторые моменты я уже понимаю То, что они говорят На английском Вот эта кнопочка Обменять вот эти самые реворды Дальше Видеомид Это тот инструмент В котором мы сейчас находимся AppMart Pro Это создание мобильных приложений Для предпринимателей актуально Webcast Pro Это еще одна конференц-комната В бесплатной версии Там два человека Можно друг с другом общаться И почта Access Это тоже бесплатный инструмент Нормальная почта Допустим открою Ну вот она такая почта Входящие, исходящие Там контакты Ежедневные Задачи Задачи Настройки Это новый инструмент Он только появился Буквально пару месяцев назад Вот Почта получается В домене собака access.com По аналогии как с gmail'ом собака gmail.com То же самое и здесь Почта с каким-то высоким уровнем шифрования Ну как проверить не знаю Но есть и есть И здесь всякие разные настройки Какие-то функции Центр справки В общем все на русском языке Здесь в Access То же самое Русский официально Поддерживается Ну так же и другие языки Здесь вот Это все стоит 60 долларов, да? Нет, это все стоит Годовое Годовое Это если ты партнером становишься Партнер имеет право Получать деньги Для него открываются Финансовые возможности Он оплачивается 60 долларов Если ты не хочешь Быть партнером Ты можешь просто Пользоваться Любым продуктом Он оплачивает Минимум 10 долларов В месяц То есть Вот смотри Вот сейчас мы В комнате У Сани находимся В комнате Видеомед Она стоит 10 долларов В месяц И за эти 10 долларов В месяц Помимо Видеомеда Он имеет еще Домен И хостинг Ну домен Сейчас отдельно Оплачиваться будет 11 долларов В год А хостинг 10 гигабайт Уже включен Почта Она бесплатная То есть Любой Кто бесплатно Зарегистрировался Получает почту И Вебкаст Про Есть бесплатная версия Ну Кто бесплатный Зарегистрировался Тот Имеет Вебкаст Да Вот Геймсмарт Умный И отличный Конфлик Да Геймсмарт Это тоже Бесплатная Версия Ну Допустим Я включу Тут Правда Бета Еще Но Все равно Сейчас Залогинись Ввожу Свой ID От кабинета Пароль Отлично 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 Так Вот здесь Смена языка Русский язык Вот Сейчас все на русском языке То есть Это умные игры Идея Реализовать Именно Монетизацию Еще по сетевушке Была Года 2-3 назад Там Какая-то сетевуха была Но Так никто И не Не реализовал Здесь Они уже Вышли на Ветерерсию Здесь Без громких Лозунгов Все Как Идет Стабильно Вот Игрушки Тут Разные Есть Там Детские Семейные Там Ну Самое Прикольное Это Вот Это Тут Короче Метрополитен На Лубянке В Москве Сейчас Хочется Получается Играя В игрушки Мы Тоже Должны Зарабатывать Играть Эти Эгороды Но тут Будут Какие-то Еще Платные Фишки И Если Наши Поглашенные Будут Чего-то Там Покупать То Мы Дополнительно Будем Иметь Комиссионные Единственное Что мы Оплачиваем Раз в год Чтобы Получать Комиссионные Это 60 Долларов И В эти 60 Долларов Еще Включена Банкерская Карточка То есть 60 Долларов Добавляется Это Партнерская И Банкская Карточка То есть Вперед Назад А Левый А Смесь Нажим Переставляет А Вон Шигель Будет Красный Ну Вот Короче Поехали Да Это Вот Наш Вот Наш Красный Замоченный Вот Здесь Вайс Это Я А Все Остальные Это Другие Ну Короче Одни Китайцы На самом Другие Вот Хотел Эту Банку Показать Вот Хотел Удать 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 Короче Я не умею играть У меня сын играет На Покажи Где там Это Лубянка Вес Где там Там Лубянка Там Еще Ледина Короче И мы Сейчас Воднаграждение Сейчас Поигравлю Вот И сегодня Я заработал 25 дугриков 25 июня 25 дугриков Заработано Но Они пока Это Тестировали Тестируем И Нет Ну По идее Будем их Зарабатывать Ну В общем Так Смысл Нормально 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 Вот А еще Вот здесь Жалко меня игры не интересуют Да меня тоже не особо Не интересуют Вот здесь еще А Еще что хотел показать Есть мобильные устройства И аудиопродукты То есть Я вчера узнал От спонсора Антрины Стив Оказывается Купил в Китае Завод По производству Мобильной техники То есть Вот эти гаджеты Это уже Своё собственное Производство То есть Они Выпускают Теперь Смартфоны И планшеты И еще Аудиотехнику И еще Умные часы И мы можем Все это И покупать И продавать Конечно Если кто-то у нас Что-то купил То мы получаем Деньги А Эксис Юниверсити Это Вот допустим Кому-то надо изучать Иностранный язык Вот смотрите 189 долларов в год Человек оплатил За любой язык Он целый год Имеет доступ К обучению Там 5 уровней сложности В каждом уровне Еще 4 подуровня Разделенных На тематику В каждой тематике Там Ну заданий Ну много заданий Реально много И пройдя От простого К сложному Фактически Можно Понимать Что говорят Вплоть до Разговорной речи Потому что Там и Микрофон нужен И ты говоришь Тебя тут же проверяют Если ты неправильно говоришь Тебя не пропускают Там Короче Серьезный курс А Сейчас Покажу еще Покажу еще Так Делаем смарт А Они сюда Этот Не вытащили Mobile 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 Net То есть Вот это Ихнее Производство Здесь Также Все На русском языке Это Сейчас В предзаказе Еще Первым людям Будет поступать Кто заказал То есть Есть Телефоны Вот допустим Телефон Если посмотреть Характеристики Здесь все написано Восьмиядерный процессор То есть Восьмиядерный процессор 64-битный Палку Snapdragon Вот если посмотреть Характеристики Именно вот этого процессора Snapdragon Последний То он Довольно-таки Очень крутой 1700 Мегамитет 32 гигабайт И Флешка Там включена И Камера Тут тоже Тебя Серега Не видно На видео Когда ты Включаешь Не видно Пока с экрана Нет Экран Не видно Но Автоматически Тебя Не Тебя 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 На видео А у меня Камера Не работает А Крыль Спирт Я Когда я Спирта Наливаю Оно Включается Спирт Высох Оно Вырубается Короче Глюк У него Поэтому Камеры Нет Вот Ну В общем Все работает Ладно Где Тут Кладка О Бахаджан Привет Да Конечно Отлично Ну Бахаджан Ты все Знает Все Да Конечно Я уже Собаку На этом Сделаю Собаку Все Все Нормально В общем Народ К нам Не Главное Нравится Потоковое Аудио Видео Хорошо Аудио Видео Хорошо Держи Нет Сейчас Должно Осталось Понять Сколько Реально Вмещает Комната Может Начать Вести Вебинары Тогда Мы уже Рано Потому Что Я Реально Сейчас Раскидал По Чатам Раз Чат Два А Еще Четыре Аксессов Четыре Своих Плюс Еще Это Десять Чатов Вот С десяти Чатов Реально У нас Ну Было Сторонних Уже Борис Приходил Потом Еще Кто-то Приходил Ну Все Борис Кто Карачаев Не знаю Кто Каирбек Приходил И Какой-то Борис А вот Сейчас У тебя Ты делишь Экраном Или Не Я Сейчас Вырубил А Что Я Подумал Влюб Экраном Нет Я Отключил Пока Экраном Александр Сколько Комнат Можно Создать Когда Человек На Видео Свою А Слушай Там Можно Несколько Комнат Создать Ну Четко Четко Это Людям Тогда Уже Вебинары Будут Идти Новые Наверное Там Сколько Комнат Можно Тоже Создавать Потому Что В Комбинете Видеонид Там Есть Создать Комнату Там Наполнительную Но Мы Не Пробовали Еще Ну Понятно Необходимость Не Одна То есть Вот В этом Продукте Разные Названия Под Разной Категории Людей Там Сейчас Пять Продуктов Видеониди То Что Было Вайвай Четыре Продукта И Прошло Вот Этот Пятый В Котором Мы Сейчас Находимся Ясно Это Сейчас Только Александр Имеет Доступ К К К К К К Ну Он Запускал К К К К И Он Оплатил Ее Да И Он И И И И И И И И Как Следует Да К К К К К К Там Смотри Так Там Есть Оплата Активация Это Разовая Оплата И Плюс Еще Ежемесячно И Те Партнеры Кто В Айвай У Них Есть Преимущество Они Бонусом Получают Активацию Активация Это Активация Понятно Но Они Оплатить Должны 10 Долларов Сразу Да 10 Долларов Они Оплачивают Потом Пишут В Суппорт Айвай Что Я Хочу Перейти Под Спонсора Аксес Пишут Прям Суппорт Либо В Аксес Пишут Суппорт Они Передадут Либо В Айвай Ну Лучше И туда И туда И Они Там Согласовывают И Прикрепляют Конкретному Способу Потому Что Сразу После Оплаты В Айвай Человеку На почту Приходят Письма От Аксес Сразу Доступ Аксес Включается И Спонсором Будет Являться Демо Аккаунт То есть Он еще Нигде Сергей Да А Есть ли Такой Вариант Прежде чем Человек Будет Проплачивать Вот этот Ресурс Видеомед Он Регистрируется В Аксесе По Спонсорской Под Спонсора Под Его Айди Вводит Его Айди И Когда Он Нажимает Кнопочку Письме Где Ему Предлагают Сэкономить 100 долларов И Войти В Аксес За 10 долларов Он Указывает Ему Там Предлагает Либо В Регистрируется Если У него Нет Регистрации Если У него Есть Регистрация Ему Предлагают Ввести Свой Айди Он Уже Автоматически Зарегистрирован Допустим Это Самый Простой Вариант Надо Своим Партнерам Предлагать Зарегистрироваться Сразу Зарегистрироваться Должно Быть Там Место Где Он Указывает Айди Номер Если Он Выбирает Кнопочку Я Не Являюсь Партнером Аксес То В таком Случае Нужно Суппортом Согласовывать В таком Случа Он Тоже Прежде Чем Зарегистрироваться В Аксес И он Должен Ввести Айди Пригласителя Он Вводит Айди Того Человека Под которого Он Будет Становиться В любом В любом Случае Без Айди Пригласителя Это Обязательное Поле Он Не Может Перевешивать В Аксес Правильно Позавчера Мы Созванивались Через Меру И С Аксес Из Айвайби В Айвайби Мы Звонили Через Аксес То есть Звоним На Суппорт Аксес Там Нас Переключают Айвайвиш На Суппорт Вот так У них Организовано Но Отдельно Можно Напрямую Позвонить В саму Компанию Айвайби Там Есть Русскоязычная Поддержка Два Два Человека Дежурят На Суппорте В Айвайби И Мы Решали Как же Все-таки Переводить То есть Если Человек Говорит У меня Нету Айди В Аксес Не было Никогда То В кабинете Айвайби Когда он Нажимает Переход Там у него Два Выбора Есть Первый Выбор Первая Кнопочка У меня Есть Регистрация В Аксес Он выбирает Этот вариант Второй вариант У меня Нету Регистрации В Аксес Вот мы Выбрали С одним Партнером Нету Регистрации В Аксес Прошли Все этапы И там Не было Хули Вести Спонсора Прогласителя Мы Созвонились Опять Суппортом И попросили Разобраться Чтобы Люди Чтобы Они Сделали Такое Поле Чтобы Указывать ID Номер Человека Под Которого Хочет Идти Ну Вариант Такой Вот Сейчас Ты Хорошо Продолжил Допустим Человек Регистрируется В Аксес И Заходит В кабинет Айвави И указывает Берет Активирует Кнопочку У меня Есть Регистрация В Аксес И Далее Там По шагам По этому пути Я еще не видел Так Будет Скорее всего Вот в этом случае Там надо будет ID Вставлять Свой Ну конечно Думаю Сейчас Проверим Да Надо проверять Понятно Оплата Через Киви Возможна? Через Киви Возможно Через карточку Виртуальную Либо Пластиковую Виза Виза Либо Мастер Класс Мастер Карт Виртуальную Есть Через Виртуальную Карту Киви Можно Платить Да Должно Проходить Что Походить Хорошо Понятно Ясно Спасибо Радостные новости Поэтому два момента Требует Чуть поподробнее Расшифровки Для партёров В будущих Это Как делиться Экраном Какие-то Сложности Возникают И Как Тиражировать Среди Ютуб Сделать Ну как Тиражировать Это Я посмотрел Просто Видеоролики На ютубе Как тиражировать По Вот этой УБС Проект Проджект И повторил Ну в принципе По Ну Много информации Про неё Вот И По Аналогии Сделал А как Здесь Показать Экран Ну тут Ничего Сложного То есть С левой стороны Есть Показка С инструментарием Кликаешь Скачивается Приложение Перекаешь На скаченное Приложение Оно Сопускается И Начать Показ Всё Очень Просто Ну Она Скачивается В формате Картинки В формате Картинки Нет Это Не Картинка Это Формат JNLP То есть Это Java Приложение Ну да И Когда Его Кликаешь В два раза Он Предложает Найти Приложение В магазине Странно Или Ещё Найти Приложение Какие-то Или Кто А у тебя Java На компьютере Установлено Нет Скорее Свою Нет Слушай Зайди На Oracle Скачай Java 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 Восьмая По моему Последняя Идет Java Вот Это Я скачаю Слави И По идее Должно Работать Всё Понятно Хорошо Будем Разбираться Спасибо Пожалуйста Ну всё Тогда Давайте До связи Спасибо Всего доброго Спасибо 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 Пока Пока Пока